Красотища! Здесь что-нибудь потом сделаем, какую-нибудь комнату для, может быть, каких-нибудь детей, все-таки, с Илоном, может быть, мы сделаем парочку дитяо. Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал Тилька Плейс! С вами Люда Мазок, собственно, в каске, защищен, значит, вооружен. Сегодня мы с вами сделаем то, к чему так долго шли. Ребята, мы с вами покупаем собака-дом на Луне. 27 миллионов. Люда Мазок будет, как Илон Маск, жить на Луне. Надеюсь, Илон Маск муж Люды Мазок. Пора шиперить, у нас новая пара. Цена 27, дом имеет 131 квадратный метр. Ёптво, это нормально. Территория вокруг дома. Все, летим, летим. Купли новый дом. Конечно, я переезжаю на Луну. Люда живет на Луне. На Луне. Там, смотри, землю. Ух ты ее. Вау. А где? Почему у меня нет лунной походки? Мун фасилити. Нифига себе, это моя Тачила. Но она реально от Илона. А, это типа я на ней могу ездить. Это типа ракета. А что, кто засрал мою космическую станцию? Смотри, березки. А есть какие-нибудь лунные кроты? Открой. Закрой. Ааа, елью пахнет. Класс. Вот это прикол. Смотри. А они не задохнутся, если я их открою случайно? Так. Ну ты посмотри, у нас есть лунный грунт. А это говно нужно убрать, да? Это мусор. Охрен. Оно живое. Ребята, иноприщеленцы. Иноприщеленцы. Они что-то задумали иноприщеленцы эти чертовые. Они что-то хотят от меня. Дурацкие иноприщеленцы. Все, мы будем с вами жить на луне, ребят. Представляете? Людомазок живет на луне. А это что такое, помидоры? Что это за трупы? Хрен знает. Ну это типа сюда можно что-то посадить, я так понимаю. Ладно, пойдемте осмотрим наше жилище лунное. Дверей много. Заходим. О, это конференц-зал. Здесь можно бухать. Ну слушай, выглядит красиво, конечно. Но я бы здесь сделала кальянную. Было бы прикольно. Прикинь, кальянная на луне. Вот это прикол. Типа, приходят к тебе гости? Как приходят? Прилетают. Илон Маск, видимо, только единственный. Не сможет прилететь к нам. И все, и вы такие типа... А что у меня здесь? Здесь кого-то убили, я не поймаю. Здесь расселенка между мной и пришельцем была или что? Не, ну это реально месиво какое-то. Мне кажется, здесь реально убили каких-то пришельцев. Они потом руки отмывали. Ладно. Я пока оставлю это как есть. Но мне нравится то, что у меня много выходов. Даже кладовка есть. О, вот здесь можно сделать гардеробную. Я прям вижу, как здесь реально вписывается гардеробная какая-то. Классно же. Блин, как красиво. Ребята, мы живем на луне. На луне. Пасутся козы. Козы, козы. А здесь что-то много телеков? Это что такое? Не, мне такое не нравится. Я это уберу. Кондиционер. Нифига себе. Лунный. Это спальня. Не, ну что-то здесь какая-то непонятная. Не для моего жилища, не для моих нужд. Сейчас поудаляем вот это все. Говно ненужное. Сделаем здесь еще красивее, чем было. Тут должно быть чисто для меня и для Илона Маска. Понимаешь, что Олик алкоголик как бы уже спился. Прожил свое. А у меня теперь Илон Маск. Новый краш Людкин. Новый Людкин краш. Это что такое? О, потайное это самое. Ничего себе. Слушай, а вот это можно вот так вот оставить. Нифига себе. Вот это да. Я думала, где здесь туалет? Туалета не видно нигде. А он, оказывается, вот где был. Ну так, тут немного на самом деле комнатушек. Правда. Но есть с чем работать. Можно сделать кладовую. Можно сделать еще комнаты всякие. Можно их разнести, разбить, переформировать, перестроить. Блин, ребята, мы живем на Луне. Людочка на Луне. Но я знаете, что хочу посмотреть? Я хочу, во-первых, посмотреть то, что я понакачала. Может быть, я сделаю себе что-то такое космическое. Может быть, мы сможем себе что-то такое сделать футуристичное. Во-первых, вот эта штука нам нужна для гардеробной. Гардеробной я хочу, чтобы у нас все-таки была. Но это типа же прикольно, прикинь. У нас будет своя гардеробная. Вообще бы ее, конечно, логично было сделать здесь. Но там тоже как вход. Поэтому давайте ее сделаем здесь. Я пока что просто повешу. Просто пока повешу. Ну а что, у Людки не может быть, что ли, гардеробной? Заслужила баба за столько лет, пока она делала кому-то там ремонт и левым людям. Смотри-ка, какие кровати красивые есть. Диванчики. В общем, сейчас наделаем с тобой, ребят, такую красоту. Охренеем просто. Серверная. Нифига себе. Это чтоб майнить? Не хочу майнить, пока не надо. Я нашла. Почему-то оно черное. Не знаю, почему. Но знаешь, мне немножечко посрать, насколько оно черное или нет. Главное, что у нас будет гардероб. Не, вот так вот мне, кстати, не нравится. Я бы хотела немножечко, наверное, изменить его местоположение. Знаешь, либо поставить его сюда. Куда-нибудь. Чтобы было... Ну сюда он, видишь, не встает. Значит сюда. Ну вот, смотри. И у нас почти что с тобой уже полноценная гардеробная получается. Очень красивая, очень стильная, очень молодежная. Ля, какая отсацина. Ты посмотри. А чё бы и нет? Я считаю, людка заслужила. Ой, здесь надо ещё полы помыть. Надо ж прибраться. А мы не прибрались с вами, прикинь. Вообще, надо подмыть всё здесь. Вот эту всю кровь убрать. А то придут ко мне гости. Скажут, а что у тебя здесь произошло? Я скажу, да не знаю я это всё. И на прищеленцы пришли. Чё-то там захотели. А вы, кстати, заметили, что окон нет? Есть только двери. Это как-то, ну так себе. Смотри, даже синяя кровь есть. Я тебе отвечаю. Здесь был бой с иноприщеленцами. Они бухали, потом у них была поножовчина иноприщеленчинская. И как бы всё. Блин, у нас будет дом на луне. Ты представляешь? Дом на луне, ребят. На луне. Ты и я. Разве не чудно? Давайте посмотрим, что мы можем взять из категории сад модов, чтобы засунуть сюда. Но куры нам не нужны. О! Блин, ну мы же делаем пафсно богато. Открой дверь. У нас здесь будут стоять у входа вот такие вот тёлки пафсны. С ракушками. Из Атлантиды достали, а? Смотри. Ооо, как богато. Боже. Этот дом начинает становиться всё уютнее и уютнее. Надеюсь, что тебе нравится, потому что, ну блин, если не нравится, то нам придётся с тобой разойтись, дорогой мой. Ну а я продолжаю идти дальше в гардеробную, можно ещё танкеры всякие поставить, но я это не буду делать. Вот, ну-ка давай попробуем повесить эти вешалочки. Вешаются они сюда или нет? Вешаетесь или нет, сучки? А ну вешайся. Не, не вешается, прикинь. Ну, насрать. На самом деле, с высокой колокольни не вешается и хрен бы с ним. Давайте посмотрим, что я ещё раз могу здесь добавить. Я бы на самом деле... Оно не чёрное. Жалко, что не чёрное, потому что, если бы было чёрное, я бы поставила сюда, как знаешь, типа какую-то консоль. Вот, например, вот эту можно сюда поставить, но она, видишь, это больше как стол. А я бы хотела какую-то консоль под типа обувь или вот что-то вот из этой категории. Но, видишь, не совсем то, что мне, конечно, нужно. Я думаю, что сюда есть смысл поставить какое-то вот такое вот зеркало, чтобы ты мог такой раз и смотреть, что ты там надел и как надел. Потому что обычно в гардеробных есть зеркала, ну, если она у тебя большая и позволяет, конечно же. Вот, у нас, я не знаю, насколько оно будет позволять или нет. Но, тем не менее, пусть оно будет. Собственно, я хочу, чтобы оно было. Поэтому пусть будет. Обувь. Нам нужна обувь. Обувь можно ставить вот на вот эти вот штучки. Пусть она пока что здесь стоит. Ну, хотя бы вот такие вот парочки всяких туфлей. Черные, конечно, сливаются, но это не моя как бы проблема. Сумки можно поставить все-таки гардеробная. Чтобы было видно, что тут живет Людочка наша, бабочка наша ночная. Вот так вот сумочки здесь поставим. Ну, типа что, ля, смотри, здесь обжито. Здесь живут люди. Не лезь сюда, не твое. Так, это что такое? 3D принтер? Не, ну 3D принтер нам не надо, конечно же. Зачем он нам? А вот по остальному будем думать. Смотри, с другой стороны, кстати... А, оно маленькое. Ё-моё, я думала, медведь будет большой. Ну, давайте его поставим вот здесь. Я еще хочу поставить сюда, наверное, какую-то машинку. Ну, типа обычно в гардеробных они стоят. Вот, поэтому тут пусть тоже стоят две машинки. Посудомоечная. Ой, которая сушка и не сушка. Вот. Сушка, не сушка. Поняли прикол? Сушка, да не сушка. Так, что еще мы можем сюда присунуть? В эту нашу маленькую, но такую уютную гардеробную. Ребенка можно здесь замкнуть. Пусть здесь живет скотина такая. Но я не буду так делать. Я же не бессердечная скотина, в конце концов. Давайте посмотрим аксессуары, какие, может быть, сюда можно присунуть. Книжки, штучки, стремянки можно, типа, знаешь, какие-нибудь. Но я не знаю, насколько это релевантно будет. По крайней мере, мы сделаем то, что сделали. Можно поставить для камина бревна здесь. У нас же наверняка на луне должен быть камин. А то как-то без камина совсем не то. Я поставлю здесь такую охапку бревен. Ну, чтобы хоть как-то наполнить эту гардеробную. Все-таки, чтобы она не была прям супер какой-то пустой. Я потом ее, конечно же, задекорирую. Ну, в плане там вот этого все. Так, подвесные украшения не надо. Пол. Ну, можно с одной стороны положить какой-нибудь ковер из разряда там беленький или... Ну, давайте серенький лучше. Вот такой вот. Вот здесь вот положим. Вот так вот. Вроде бы смотрится миленько, красивенько и хорошо. Постоянные украшения. Это что у нас? Вазы, кубки, лупки. Не надо нам это. Растения. Вот растения хотелось бы, конечно, поставить. Большое какое-нибудь здесь растение. Потому что явно чего-то не хватает. Например, драцену. Где-нибудь поставить, например, ну, хотя бы вот тут. Чтобы было, знаешь, как-то поуютнее. А то без растения как-то не то. Ну, вы просто знаете любовь людки к растениям. Поэтому, да. Не удивляйтесь. Часы мы вешать сюда не будем. Я думаю, что надо сюда освещение, конечно же, провести какое-то. Потолочное. Либо бра. Давайте брашечки. Вот такие вот черненькие. Вроде бы красивенькие. Такие интересненькие. Для гардеробной, мне кажется, будет самое то. Типа немного света. Но и, в принципе, нормально светит. И не темно. Надеюсь, будет. Так, давай включим. Ну да, смотри. Достаточно ярко. Гардеробная есть. Давайте сюда сразу декорируем до конца. Возьмем пол. Я думаю, что есть смысл положить напольную плитку. Какую-нибудь вот такую вот красивую, богатую здесь. Вот так вот. Типа. Ля. Мы заслужили такую плитку здесь. Напольные панели. То есть на стены. Почему говорю напольные, не знаю. Белые вертикальные. Белые широкие. Давайте вот такие вот белые широкие горизонтальные. Здесь будет такая белая-белая комната. Вот так, смотри. Ну, красиво же, да? Со стороны гардеробной я не буду прорабатывать. Потому что в этом нет необходимости. Там типа не видно за шкафом. А вот здесь можно подложить что-то. Так, слишком как-то ярко, да, тут? Лупит прямо, слепляет. Ну, это луна. Вот так вот. Давайте оставим. Мне кажется, очень даже неплохо получилось. Красиво. Дорого. Богато. Вот такая чудесная гардеробная. Единственное, что мне не нравится, что вот тут вот чего-то не хватает. Надо вот что-то сюда подложить. Но я не знаю пока что что. Может быть, какие-то подушки. Или вот что-то вот из этой категории. Потому что, ну, явно вот смотрится как-то пустовато. Мой вот дизайнерский вот этот вот взгляд. Он хочет. Он жаждет. Он просит что-то туда поставить. Например. Например, во-первых, можно взять вот эту щетелку. Хотя она, знаешь, ни туда, ни сюда. Я не буду ее ставить. Не подошла нам. Ну, хотя бы вот так, знаешь. Вот здесь поставить вот эти вот цветы. Вот так хотя бы. Потому что, ну, как-то реально пусто смотрится, когда на этих машинках ничего не стоит. Свечку я точно не буду делать. Кофе, машинки, вазу можно. Давай вазу поставим. Типа у нас будут здесь дорогие всякие урны. Во! Красиво! Мне нравится. Гардеробная сделана, ребят. Теперь можно жить смело. Не знаю, какой еще комнатой на самом деле заняться. Можно сделать, конечно, ванную комнату. Лунную ванную комнату. Ты приколись? Давайте так и сделаем. Сделаем реально ванночку. Здесь возьмем какое-то пол. Напольные покрытия. Напольная плитка. Какую-нибудь интересную я хочу. Вот, вот эта. Светло-серая, фарфоровая. Очень красиво выглядит. Смотрится. Давайте ее добавим. Ааа! Нуляка красива. Тебе нравится? Надеюсь, что да, потому что мне очень нравится. Давайте думать. Во-первых, я хочу по-любому сделать свою вот эту вот любимую штучку в плане, когда мы берем с вами сантехнику. Bath. Bath and showers. Вот такую вот, наверное, возьмем. Белого цвета. Жалко, вот нету вот мраморной. Я бы, наверное, вот так вот бы сделала. Так, раз. И такую же вторую. Надеюсь, получится, чтобы они соединились. Потому что что-то как-то я не уверена. Мне кажется, они сейчас разойдутся. Но это ремонт. Есть везде свои издержки. Если что, будем с тобой переделывать. Что я могу сказать? Так, закручиваем здесь резьбу. Чтоб ничего не протекало, не вытекало. А то потом дороже чинить будет. А мы же на луне все-таки живем. Пока сюда что-то доставят, придется ждать несколько световых лет. А я этого, извините меня, не хочу. Есть контакт. Ну вот оно. Вот о чем я и говорила. Видишь, проблема. Надо было сначала одну посадить, а потом вторую насадить. Ну кто знал. Ну так тоже, в принципе, ничего. Нормально. Давай, давай, насаживайся, пожалуйста. Так, винтик, болтик. Болтик, винтик. Мама, папа, я пришла. Насадила и ушла. Закрутила, завинтила. Ну и Людочка горила. Сегодня вообще как-то получилось без советов. Каких-либо от Людки. Ну понимаешь, просто жить в космосе. Она еще не жила. Нужно немного пожить, а потом будут и всякие вот эти вот интересности идти. Пока что просто не о чем, не о чем рассказывать Людке, понимаешь. Так, давайте бас энд шауэрс. Хочу душевую кабинку. Вот такую вот большую душевую кабинку с белым вот этим вот всем. Серым. Можно даже в золоте сделать, чтобы типа дорого-богато. Давайте нет, пусть будет светлый. Вот такой. Я бы на самом деле ее хотела поставить в другое место, но тут тоже в принципе неплохо. Сейчас поставим. Ну мыться же где-то надо. Откуда вот они воду берут? Дождевую что ли? Непонятно. Ну короче, Людка где-то моется. Может быть она флиртует своем... Флиртует, да, флиртует своем очевидном. Да, да. Фильтрует, ребят, фильтрует. Туалет возьмем вот такой. Обычный, без каких-либо изысков. Поближе его расположим к бумаге туалетной, чтобы если что долго не тянуться и далеко тоже. Чтобы случайно не свалить и черкашами не все не испортить. Я хочу добавить сюда аксессуары в виде, наверное, ковра. Берем пол. Нам нужен какой-то красивый ковер. Можно взять белый, либо какой-то цветной. А давайте возьмем пурпурный, добавим акцентов. Хотя мне кажется слишком как-то вырвиглазно. Сейчас, давайте вот такой может быть. Розвенький. Вот розвенький красиво смотрится. Единственное, нужно его, наверное, вот так вот чуточку завести сюда. Потому что, чтобы на него водичка не попадала. Потому что, если попадет, он потом протухнет. Вот эти вот бактерии, не пойми что. Растения. Нам нужно большое растение поставить. Ну, вот такое вот, наверное, будет красиво здесь. А, ну маленькое, точно. Блин, было бы оно больше, было бы вообще зашибись. Может быть, монстеру? Не, ну она некрасиво выглядит. Не лунно совсем. Давайте Юку Иксель. Сразу смотрится очень так футуристичненько. Я не знаю, влезет ли она сюда или нет. Блин, пожалуйста. Жаль. Жаль, что она сюда не влезает. Но, может быть, это влезет? Нет. Тогда мы сюда поставим какое-нибудь другое растение. Может быть, вот влезет вот это Юка? Ну-ка, Юка, Блюка. Вот. Маленькая и большая Юка здесь будет. А что, красиво, я считаю. Давайте посмотрим, что мы можем взять из этого вот кусочка нашей вот этой привилегированной жизни. С модов. Смотрим внимательно. Ванну мы делать здесь не будем. Достаточно будет душа. Потому что я не уверена, что на луне столько воды, чтобы можно было себя настолько баловать. Поэтому мы в целях экономии не ставим себе ванну и пользуемся душем. Душным душем. Хочу повесить картину. Но я ищу подходящую. Вот эту, например. Смотри. А, она такая маленькая. Я хотела, чтобы она была большая, понимаешь? Чтобы мы такие раз и повесили. Так, а можно вот это вот сюда поставить? Давайте поставим сюда горшки. Декор какой-то. Горшочный, но декор. Пепельницу я ставить точно сюда не буду. Это некрасиво. Вот, можно поставить вот эту штучку, типа зубочистки. Зубы чистить. Чтоб не электрическую брать. А то мы всю электрическую, да, электрическую. Ёршик туалетный, конечно же. Черкаши надо же убирать как-то. Э, а что не ставится-то? Я хочу... Все, поставилось. Отлично. Жаль, что не золотой, конечно же. Золотой было бы очень дорого-богато. Напольные весы, кстати, можно поставить куда-нибудь вот сюда. Чтобы человек мог в таком раз такой взвеситься и узнать, насколько я поправилась или нет. Жирная или нет. Худеть или нет. Знаешь, вариантов может быть масса. Так, это я делать не буду. Можно поставить сюда какой-то бухлишком. Ракушку поставим здесь красивую. Повешу здесь вот такую вот люстру. Хотя здесь, наверное, есть люстра, да? Ну, так тоже ничего. Пока что получилось вот так. А потом продолжу как-то дальше все это делать, доминировать. И, в общем-то... Хотя давайте сейчас продолжим. Че тянуть-то, да? Мы будем работать с тем, что есть, украшать вот это вот помещение. Потому что дом на Луне все-таки тоже надо строить. Ну, и как бы я стараюсь. То есть, правда, Людочка старается выжать из себя все соки, которые в ней как бы есть. Поэтому выбираем стены. Конечно, здесь, наверное, пойдет какая-то настенная плитка. Я бы взяла, наверное, вот эту вот плитку. Хочу поработать немного с ней, потому что она красивая. Я бы, знаешь, как сделала? Я бы сделала такой вот акцент, чтобы у нас сочеталось немножечко так. Ванна мне мешает. То есть, смотри, должно получиться в моей голове очень красиво. Поэтому, надеюсь, получится красиво и здесь. Ну, смотри. А, как будто в гостинице отеля, представляешь? А, можно было бы еще здесь что-то сделать. Как, знаешь, как какой-то короб. Но я не знаю, насколько это будет красиво или нет. Чисто ради интереса я хочу посмотреть, насколько это будет красиво или нет. Вот здесь вот уложим, как будто ля под камень и все. Типа душевая с камнем. И еще, и еще. Мы здесь положим пол. Тоже такой вот, как под камень. Ну, хотя бы вот такой. Ну, слушай. Выглядит красиво. Мне нравится. Наверное, так это и оставим. Че? Туалет есть. Гардеробная есть. Красотища. Здесь еще нибудь потом сделаем какую-нибудь комнату для, может быть, каких-нибудь детей. Все-таки с Илоном, может быть, мы сделаем парочку дитяо. Хочу еще, знаете, что добавить? Здесь была картина Монолизы. Я хочу, чтобы все, когда заходили к нам, видели, что мы живем дорого-богато. Все-таки на Луне не каждый может себе позволить жить, понимаешь? Поэтому мы должны показать всем и каждому, что мы, типа, живем на Луне. Во-первых, во-первых, на входе нужно поставить вешалку. Чтобы всякие холопы свои вещи там далеко не носили, понимаешь? Вот, где-то здесь была Монолиза. Вот она, вот она, Монолиза. Монолиза будет висеть где-то вот здесь. Типа, напротив туалета она смотрит, типа, указывает, что туалет там. Вот такие вот штуки тоже сейчас поставим. Какие-то мужики непонятные. Но их, наверное, нужно, знаешь, поставить на каком-нибудь выходе, типа, вот из разряда вот здесь. Вот тут я их поставлю. Слушай, у нас так будет дорого-богато. Прям я слышу, знаешь, не слышишь музыку Рококо? Типа ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я вот слышу. Прям вот играет, играет. Так, это что за такая женщина в шляпке? Нам такая не нужна. Нам нужно что-то, чтобы поставить сюда. Чтобы под Монолизой что-то тоже было. Можно поставить, типа, под лофт. А давайте поставим под лофт. Мне кажется, будет очень даже таки неплохо. Ну а что? Не все же должно быть дорого-богато. Так Монолизу нужно чуть-чуть центрировать. Вот так. Ля, как дорого-богато. Ребята, мы заживем с вами. Вообще, вы вообще понимаете, что происходит? Происходит революшн. Революшн, рил. У нас настолько все дорого-богато, что просто я не знаю. Как мы до этого с вами жили? Это просто жесть. Так, свечи я делать не буду. Вот я бы поставила здесь, конечно, цветы. Вот здесь вот такой цветок. И здесь тоже такой цветок. Много цветов на луне не бывает все-таки. Чтоб мы по родине там не скучали. Вазы, конечно, поставим. А знаешь, рерика там какого-нибудь 30-го, 50-го ваза. Поэтому не нравится, идите в жопу. Дорогие вазы просто, понимаешь? Так, не буду класть сюда никакие пепельницы. Потому что в этом нет никакой необходимости. Я бы, может быть, поставила бы сюда книжки. Что типа мы такие, ну как бы, женщины интеллигентные. Любим читать книжки розовые там про медведей визми. Там вот это вот. Возьмем одну голубую. Ну, чтобы красиво было. Вот так. И сюда же, с другой стороны, сейчас присунем с тобой розовую книжку. Чтобы было красивенько. Смотри как, а? А-а-а, чувствуешь, да? Людка-то шарит. Собачий корм не надо. Кроличье говно. Вот можно сумку поставить сюда. Типа вот так. Ну, что типа пришла такая сходу. Поставила сумку. Типа показала, что это дорогая сумка не для бомжей. Мини-бар. Слушайте, ну можно где-то здесь повесить мини-бар. Но какой смысл, если не будет видно мини-бара, да? Поэтому я пока что его уберу. Пусть его пока что не будет. Я сейчас посмотрю последние, наверное, штрихи для этой серии. Которые мы можем, в принципе, тут сделать. Вот. Возьмем вот эту вот штуку. Типа музыкальный автомат. Пусть он здесь стоит. А что? Красиво. Красиво жить не запретишь, ребят. Поэтому у нас будет вот такой вот старинный музыкальный автомат. Взяли, приперли. Можно еще поставить старинный телефон. Вот здесь. Ну, а зачем? Не надо нам, конечно. Конечно. Без старинных телефонов пока что обойдемся. Розовенький даже есть. Это пояс чемпиона вот этого. Ты понял? Рестлинга. Ну, мы же не рестлинг. Так, ремонт. Давай посмотрим, что есть из ремонта. Ничего. А что есть из сада? Можно повесить, в принципе, вот этих вот женщин. Типа таких, знаешь, вот здесь где-нибудь. Там вот на входе вот тут. Типа как такие статуи висячие. Да! Смотри, как красиво, атмосферно. Слушай, у нас будет самый крутой дом на селе. И на челе тоже. Самый крутой дом на Луне. Ну, пока что, я думаю, мы вот на этом с вами закончим наше преображение жилища. Пишите ваши идеи в комментарии, что, где украсить и как украсить. Как вам пока что наш дом на Луне нравится, не нравится. Пишите, кстати, еще идеи, какие челленджи можно снять в люточке мазочек. Не забывайте подписаться на мой канал. Ссылочки все в описании. Поддержите меня лайком. Но увидимся мы уже очень скоро. Так что до новых встреч и пока-пока!